про утро друзья и у нас со вчерашнего вечера происходит эксперимент вы это не знаете а я вам сейчас расскажу какой он смотрите я оставил в холодильник на ночь работать как многие говорили когда холодильник только нагнетает холод естественно тратит энергию сейчас расход энергии нас никакой правда у нас батареи немножко потевшие то есть 50 процентов но при то есть 12 вольт он пока за 12 2 но при том что когда нагрузка то он может падать даже до 11 вольт пойдем проверим сколько же по вольтметру ну конечно готовлю курицу холодильник работает морозит здесь мы можем проверить что у нас уже пошел заряд у нас ее 48 ампера батарея написано что типа наполовину разряжены но мне кажется что если даже этой же емкости все же я поменял бы свое время батареи но с одной стороны хорошо что это не поменял потому что так бы у меня получается деньги пошли бы не на перо бы 12 4 показывает то есть это принципе нормально но батарея слабовато сейчас она будет заряжаться от солнечных панелей я холодильник не буду отключать правда сейчас еще заряжается мой ноутбук ноутбук тоже хорошо требует пока час не пишет ампераж расхода но мы узнаем я думаю что сегодня это выяснится кстати прикол в том что я уже состою в 730 постоянно и уже спать конечно хочется в 11 то есть чем раньше ложишься чем раньше встаешь но как-то на эти солнце заходит уже сонливо становится а солнце сходит естественно уже просыпаешься это кстати неплохо на яхте мне кажется что и всем утра можно будет вставать легко и потом даже и всем 3 мы сегодня едем смотреть как будет варить я взял деньги тут мне надо отдать еще 500 долларов напомню что первая руля стоит 775 долларов точно в граммах мы вешаем если вы американцы так они бы еще написали 779 99 поэтому по этим проверим что как ну и сегодня суббота и проведем стрим с нормальная погода смотрите тишина есть только небольшое течение изменения но сейчас видно смена воды идет еще не изменилось направление потому что вода так непонятно кто влево то право но главный фактор того что смотрите какая она прозрачная правда сейчас не очень жарко я кстати докачиваю воды это уже четвертая канистра я все жду не дождусь когда она уже наполнится и еще вот у меня есть все же идея брену 1000 долларов выкидывать это очень дорого конечно все-таки подумать то что может оставить его на якоре здесь договориться с кем-нибудь об охране чтобы он посмотрел в случае чего чтобы например мог там что-то сделать king 3 еще якорь то есть сейчас у меня стоит на 2 и я думаю что он один якорь за другой зацепить и вот этих два якорь двойной кинуть и один одинарный пытаюсь переписаться с этой компании которая сделала этот датчик ветровой и они мне говорят посмотрите моргает ли лампочка со стороны где-то перо лежит естественно как-то можно посмотреть вылазишь сюда на корму с этим не с кормы порос добивала до него и смотришь бинокль светится она или нет что бабе рулем и таки лежит да когда не уже начнет работать так сказали во вторник мне его сделают но на принципе говорил винзе поэтому во вторник будет готов уже мой про руля все это обходите меня 775 долларов я дал 500 и 350 долларов авансу и вроде он мне показал все чертеж мы с ним обсудили все обговорили сказал понедельник три часа приезжай часть уже будет готова ты сможешь все перепроверить переконтролировать я говорю типа я снимаю видео окей сегодня вроде они начнут работать но еще до этого не делали поэтому он чувачки смотрите вот таком месте провели стрим здесь я сидел здесь и делал здесь я пил кофе сейчас пока закачиваю новый видос через телефон и дукачу один какой-то фильмец вот решил но он очень долго качается скорость загрузки конечно слабенько что пойдем выпьем сейчас еще одну кофейку и до закачаем все спустя четыре часа я уехал с к этой кафе с этой кафешкой где-то здесь должен быть магазин с краской смотрите как крыша защищена интересно чтобы не пробили шифер не залезли это здесь есть магазин по краске так ну можно здесь кстати возможно даже купить краску для моей лодки что перо потом покрасить пойдем искать наждачку чем здесь не оказалось наждачки чего заснять разговор между охранником может мама вымудрится в общем я говорил типа ребята сколько будет стоить и себя оставлю свою здесь лодку на то что она будет стоять на якоре а вы будете присматривать за ней он говорит у нас четыре человека типа мы каждый день меняемся но сутки работают сутки меняется и типа мы можем присматривать за ней игры сколько это будет стоить что-то купить садов и хижинастью 500 долларов чувак ты че он сказал типа подойди завтра я спрошу у ребят ну как бы 500 баксов это как бы дохерища тоже тысячу стоит ее поставить марине 500 долларов за две недели это половина стоимость как-то чувак вообще влупил так влупил так ну что тест показывает 75 процентов холодильник работает теперь вопрос хватит ли у батареи дают час 16 амперов всего лишь немного но сейчас на данный момент холодильник как раз фигачит холодком ударят можно голову уже засовывать когда будет жарко но мне что-то кажется что все же не хватает этого то есть сейчас зарядка нормально на максимуме или все же батарея посажены или все же не хватает в исполнении через солнечные панели но он уже поработал вчера вечером когда солнечные панели уже не работали плюс ноутбук и сегодня вот четыре часа и вот он еще работает заряжается возможно что сегодня на ночь уже его не хватит но мы проверим это завтра за счет чего нам генератор обеззаведен мотор ну или просто солнечной панели он завтра зарядиться так что делаем испытание испытание продолжается по точно буквы я все забываю про эти буквы предлагаю попробовать поднять лодку так как сейчас большего штиль я подниму здесь подниму на том и лестнице и при придержу сейчас проверим как это все будет происходить то есть первую очередь что мы делаем мы сейчас снимаем двигатель вешаем его наверх привязываем веревки чтобы развесовку сделать то есть два за тот кольца и два за эти кольца пробуем убираем сначала велосипед так ну вот мы поставили двигатель например он будет стоять вот так теперь протягивать веревку но правда конечно она очень маленькая вот эта штучка ну мы попробуем потом купить другую ролик этот или как его еще называть слушайте ну мелко здесь но ведь сейчас смена приливов в течение отлива и прилива сейчас мы навязываем веревку возможно потом я сделаю здесь какую-то приспособить просто два карабина ляп-ляп-ляп и все поднял но сейчас попробуем вот такого плана следующее пропускаем веревку и цеплями и здесь потом эту конструкцию конечно закрепим когда я буду забирать свой свой первая руля я поставлю сюда перегородку я уже них узнал можно купить но пока мы все готовы пробуем а да проволочкой связать или веревочкой опять же друзья я экспериментатор мне просто интересно попробовать и посмотреть что надо еще доделать или докупить чтобы эта конструкция заработала ну или же просто сказать что извини конструкция работать не будет только научным путем мы можем это определить и а а В общем, надо менять систему роликов, чтобы легче было поднимать. И, конечно, низковата она стоит. Это надо поднимать гораздо выше. Тут есть вопрос о том, что мешает тот двигатель. Это первое. То есть его надо поднимать или переносить крепление двигателя в другое место, если его подвешивать. И видите, опять же, опять же, как-то не очень. Но жесткости надо ставить обязательно. Фу, я сейчас было думал попробовать ее потянуть, типа, вот. Не получилось. Ну, ребята, подскажите какие-нибудь идеи, что можно сделать так, чтобы ее поднимать. Или вообще от этой идеи надо ходить. Или какие-то крепления другие искать. Ну, понятно, что надо найти ролик. Просто было бы неплохо все же ее поднимать. Но, по идее, ее поднимать надо на этом уровне. Потому что иначе задняя волна будет подбивать эту постоянную лодку, эту конструкцию будет постоянно шататься и ломаться. Поэтому, естественно, надо вообще на уровне, наверное, ну, вот как яхта вот расположена на этом уровне и делать ее. А это нагрузка на конструкцию. Засовывать ее постоянно вперед тоже не будет давать места пролазить, ходить. Она большая довольно-таки. Как сзади вот мы когда-то ложили, если помните видео, когда мы пошли с коннектику-то, то мы ее ложили прямо сзади, она ровненько помещалась здесь. Да, это как вариант тоже. Но тогда, конечно, не было вот этих боковых упор, так что она сейчас будет ложиться не очень красиво. Но, опять же, сзади доступа у тебя уже не будет. То есть не залезть ни в рундуки, ничего. Что тоже неудобно. Время идет, и уже сегодня суббота. Я, кстати, даже не знаю, чем бы заняться, блин, ну, вроде суббота надо идти как-то, вроде как потусить. Сейчас штиль, сейчас такая классная вода, сейчас так классно путешествовать на лодке. Да, может, не всегда с ветром. Смотрите, как катамаран валит, так же быстро наваливает. Так вот, не остается у нас вопрос наслаждаться вот этой красотой. Так же может съездить все же на сушу и прогуляться, куда-нибудь прогуляться. Но говорят, что самое красивое и крутое место – это вот там, где мы с вами были. Можно попробовать туда зайти? Мало ли кто-то пустит. То есть нам пересечь мост и двинуть на пляжики, посмотреть, как там сейчас выглядит океан. И такая одна коробочка плывет куда-то сама себе, одна, одиночненько. Как приятно, когда много людей мотаются около тебя на лодке. Давай теперь повеселимся. Пристрелиться, пляйся. Хрен там, я заберусь на этот мост, на такой велосипеде. Будет весело спускаться. А вон Маргоша моя стоит. Видите, две мачты. Вот свет, и вот она первая, левая. Прикольно, что вот так расположен порт, прямо под мостом. Главное, да, что постоянно вот такая моща работает. Правда, ну, может, не основной дизель будет, а дизель-генератор, скорее всего. На снабжение электричеством это все. Прикольно здесь пространство такое, типа мини-городочек из магазинов. Неплохое место, тусовочное. Тут такие яхточки стоят шикарные. Ни хрена себе лодки. Можно, видишь, как походить. Тут он сразу делает рыбку. Блин, лодочка такая неплохая. Видишь, какие молодцы, отзывчивые люди. Охрененно. Вот это, я понимаю, лодка. Ну, рядом, конечно, еще круче. Такие люди тут сидят, винчик попивают. Смотрите, какая шикарная и дороженная Марина. Вот, кажется, вот это вам большая лодка, а о, рядом стоит дура. Мы сейчас пройдем, посмотрим ее также. Конечно, вот здесь кайф. Кстати, здесь, вроде бы, стоимость на мою лодку оценивается в 150 долларов в сутки. Вот это, я понимаю, уровень с дорожкой. Да, питание здесь тоже не детское надо, но это просто что-то мега-супер-гигантское и супер-крутое. Такая подсветочка приятная, синий цвет, конечно, шикарно. Посмотреть, сколько всего там внутри, вот там бы полазить. Ну, а тут такая малюточка уже, так кажется, да? Малюточка, смотрите, какая квартира там шикарная. Да, ну на это, друзья, нужны огромнейшие бабки, просто огромнейшие. Мда. Да, только можно помечтать, какие здесь корабли стоят. Кстати, из-за стороны их не видно. Реально, когда заходил сюда какой-то один огромнейший корабль, я показывал в прошлых видео, я думал, куда он пришел? Он стоял в очередь, там поехал катер проверять, где его будут парковать, и теперь я понимаю, где они. Прикольно. Флоридские номера, регистрация. Здесь 400 лошадей в одном двигателе, их четыре. И вот такая хрень прилететь сюда, скорее всего, вообще не создавать никаких сложностей. Ну, конечно, какой у них там внешний бар. Вот они, наверное, очень любят свои лодки, правда, на этой команде еще надо, чтобы она помогала любить лодку больше. Наверное, как там прикольно внутри. Мы и были с вами на выставах. Кстати, друзья, если... Какая картина? Кстати, если, друзья, вы не помните, как мы были на выставках в Анаполисе и во Флориде, а в Форт-Атервелле вы можете посмотреть на старых моих видео. Вот это неплохо. Смотрите, сколько там всего. Так, ну что, у нас вроде и закончился наш путь, а может нет. Так тихо и спокойно. Здесь так, кстати, красиво. Надо приехать будет завтра на роднём или в другой день. А у меня еще есть много дней, потому что, на самом деле, очень круто. Ну, вот мы вышли к океану, друзья. Ух, я вам скажу, что это надо видеть завтра. Тут такая бирюзовая вода. Какой красивый песочек. И водичка, она такая спокойная, хорошая. Знаете, вот я уже не раз говорил, что со стороны берега вода просто изминительная. Она такая классная. Всегда хочется по ней покупаться, полежать на пляжике, отдохнуть. Но со стороны океана берег кажется совсем недрюжелюбным. Такой оазис. Там очень красивые бассейны, кстати. Попробуем сейчас как-нибудь туда пройти. Ну, как вам? Здесь столовых нету бесплатно. Здесь все за денежку. Ну, зато смотрите, какой прикольный бассейн. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что здесь еще есть. Потому что я видел с этого здания, что здесь плавают даже скаты. Есть отдельный бассейн. Вау. Видите, как рукотворное создание. Как красиво может смотреться. Когда надо приложить фантазию, любовь к своему делу. Порхой, конечно, пахнет жутко. Но все же. Смотрите, как красиво. Вау. Круто. Вау, вау, вау. Скат, скат, смотрите. Смотрите, сколько их. Ух ты. Ну да, здесь бы не очень хотелось бы купаться. Он как шилом даст. Будет неприятно. А вон, смотрите, еще один здоровый. А вон там рыба гуляет, смотрите. Ловит, ловит. Не поймала. Ругаешься. Охренеть. Тут вообще песочком засыпался. Припорошил себя. Что-то плавают, что-то там тусят себе. Охренеть. Вот это супер. Но видите, дальше не пройдешь. То есть, надо заходить в здание, чтобы там ведь... Видите, рыба гуляет? Или кто-то что-то там кого-то ест. А мы в прошлый раз были где-то вот здесь. Какие они здоровые, эти скаты. Что-то такая рыба хорошая, большая, бегает здесь. А вон, вон, смотрите, какой. Вау. Подводная лодка такая. Блин, какое у него шило. А здесь еще больше. Какие-то странные. А жало-то у них, по идее, и давитая. Тут даже пещеры есть, можно погулять. Вау. Слушайте, ну охрененно сделано. Они реально молодцы. Обалдеть. Вот это тема. Вот это мы забрели с вами. Сколько рыбы. Друг друга гоняют что-то. Я сейчас задумался о словах Илюки. Илья Бондарев сказал было. Слушай, я за последнее время даже не отдыхал. То есть, у многих представления путешествия, это в какой-то степени отдых. Ну нет, это же череда разных событий, сложностей, решения проблем. И реально сейчас идут и понимаю, что пахнет, как раньше, помню, когда-то был я в турецком, египетском отеле. И я там реально отдыхал. То есть, я делал все, что угодно. Просто валялся, загорал, купался. Вообще отношение было, ну, такое расслаблено. Здесь же я как-то, находясь в этих райских уголках, я не могу себе это позволить, друзья. Это очень странно. Смотрите, как красиво. И ты живешь не моментом сейчас, да, а опять же воспоминания прошлого, как тебе было прикольно, или о том, что, блин, надо как-то подумать о отдыхе. Да я же здесь. А нельзя переключиться. Это очень странная тема. Наверное, что-то есть какие-то проблемы у меня с головой. Блин, ну какой он прикольный. Тут так все прикольно, так все красиво. Вот это я понимаю бассейн. Ни хреново так. Неплохо и очень красиво. А вот казиношка, где мы играли. Как вам эта красота? Только странно, что ни одного человека нет. Я как будто гуляю, знаете, не знаю, в мире, где нет людей. Но все работает. Реально я уже давно никого не встречал. А это как бы главный и самый пафосный бассейн. Попробуем сейчас к нему поближе подобраться. У них даже есть аквапарк небольшой. Смотрите, какая горка. Типа камикадзе, наверное. Ни хрена себе. Вот это мы зашли. Вы представляете? Вот это, что проходит канал. Это горка спускаться вниз. А это акулы. Смотрите, какая она. Шикарная. Вау. Ааа, смотрите, какая она. А эти косяком плавают. Но почему-то акула их не живет. Смотрите, как они убегают от нее. Это как тунец, не? Они за акулой туда-сюда. Вот это рыбины. А мы такой не словили даже ни одного. Так, вы туда еще, ребята, идете? Слушай, как будто смотришь фильм какой-то. Ух ты, какая хрень. Спасибо тебе, акулка. Вот они, вот они, красавицы идут. Сила. Вот такую я в море не хотел бы повстречать. Да, грозная. Может быть, конечно, она бы и не напала. Но если сейчас здесь, наверное, капельку крови, тут рвалось бы все бы. Они очень красивые. Я, кстати, ни разу не видел вживую таких акул. Как грациозно они плывут. Развернулись и погнали дальше. И ты представляешь, с этой горки катишься вниз и вокруг бассейн. Бассейн, вау, проскакиваешь и выскакиваешь в бассейн другой. И ты видишь эту всю красоту. Супер. Такая музычка играет. Наслаждайтесь, друзья. Музыка, прям под стать ситуация. Да, все сделано очень хорошо и изысканно. Самое крутое место в Насау это Атлантикс. Реально очень красиво и суперски. Ну, что, так неприкольно здесь. Очень крутое место. Вау. Сколько пространств. И смотрите, опять рыбы. Это шикарно. Вот это аквариумы. Супер. Смотрите, как классно сделано. Вот это я понимаю. Аквариум так аквариум. Какая ты смешная рыба. Она думает, какие мы смешные люди. Какая толща стекла. Охрененно. Вот это материал. Смотри, как прикольно. Зависли. Вихрь из рыбы. Из тунца. Блин, такие же большие они. Прикольно, да? По округу плавают и все. И вот мы вышли с другой стороны. Здесь, конечно, шум такой серьезный. Блин, какой крутой отель. Столько мелочей. Это просто что-то с чем-то. У меня нет слов. Смотрите, вот это просто хрень. Сколько это денег стоило. Очень круто. Просто мега круто. Какие двери шикарные. Обалдеть. Очень крутое место И вроде бы как можно спокойно войти Никто не проверял у меня Кто я, что я Мне понравилось здесь Очень круто Пора домой Ни хрена себе там, смотрите Дискотека Дискотека